всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о моих ароматных новинках у меня появилось несколько ароматов которые я хочу вам показать о каких-то я расскажу подробно каких-то не очень потому что я хочу сделать более подробный обзор об одном из них может быть о нескольких посмотрим какие-то ароматы вам безусловно знакомы какие-то аромат наверное нет и давайте начнем первый аромат который у меня появился я его привезла из китая это вот этот аромат это мужской аромат от герлен арсен люпин вот он так выглядит прекрасное оформление то есть аромат заключается вот это вот стекло а вот это вот деревянный кофр и здесь написано арсен люпин этот аромат был у нашего друга и мне он так понравился что ему ничего не оставалось как мне его подарить он прекрасен он прекрасен он мужской аромат но мне кажется его с удовольствием будут носить и женщины потому что есть в нем какой-то шик он шикарный он тяжеловатый он дымный он загадочный он обволакивающий аромат знаете такой смолистый очень перченый здесь много розового перца вот реально много перца и много дыма он прекрасен он очень стойкий то есть его нужно буквально там пару пшиков и все и забыли идете и на весь день на весь день он с вами он меняется он видоизменяется он греет я думаю этот аромат все таки будет зимний потому что когда мы были в китае там холодно как холодно было прохладно то есть я носила там и шарф и шапку моему что же носил и вот этот аромат он очень классно согревал на моем на моем мужа он сидел просто роскошно но у него от него к сожалению болела голова поэтому это конечно больше моя будет история аромат шикарная его еще поношу еще разношу и вам конечно же расскажу вообще марка герлен для меня очень такая показательная все ароматы выполнены всегда очень качественно то есть когда меня спрашивают мои подруги ой вот как ты думаешь какой вот мне аромат купить чтобы грудить их герлен и точно найдете все что вам нужно вот ну реально потому что шанель но больше на любителя когда вот к ней уже человек пришел к марке шанель туда она вас не отпустит а герлен он очень многогранная марка люблю вот такой аромат у меня появился пусть мужской но это не важно он красивый дальше давно еще у меня появился я вам показывала в инстаграм мне муж с моим ребенком подарили вот этот аромат они решили что вот он прямо вот мне нужен и он мне подходит ну и на самом деле да он очень красивый он звонкий яркий жизнерадостный солнечный и знаете я всегда обходила стороной вот baby doll ну тоже мне он казался каким-то легкомысленным на самом деле он не такой легкомысленный как может показаться на первый взгляд в начале да у меня показалось ну компотным ароматом я не люблю это слово но да есть в нем такая вот но это особенно в начале вот которые вас но он какой-то мне показался совсем не серьезный на самом деле он очень даже милый он такой знаете аромат аромат всплеск воды всплеск чего-то свежего здесь очень красивые цитрусы здесь ананасы мандарины и апельсины и очень прекрасная черная смородина я люблю аромат из черной смородины иногда они меня конечно раздражают но в основном мне нравится черная смородина в ароматах я обожала в свое время in love again от эвсен ларон и вот этот аромат чем-то мне его напомнил in love again и baby doll вот как-то они мне переклик перекликают наверное за счет именно черной смородины это туалетная вода не очень стойкая но на лето она просто вот прекрасно прекрасно знаете прям с утра ее можно нанести пойти на пляж куда-то вообще не задумываясь такой вот очень милый еще флакон мне нравится юла красиво следующий аромат который у меня появился это давайте я вам покажу его вот так сначала я не буду сейчас уделять ему много внимания потому что у меня еще мне дали все пробники из этой линейки я их сейчас разнашиваю составляю свое мнение и поэтому будет наверно видео только посвященное именно этому дому этот дом называется map of the hearts карта сердец и там разные сердца то есть у меня все пробники и вот этот про это не пробник это полноценный флакон на 100 миллилитров мне подарил его муж на новый год у нас это австралийская марка она появилась совсем недавно и у меня найти вот у меня ну когда я увидела во первых их страницу в инстаграме я поняла что в любом случае мне необходим просто этот флакон там золотой флакон черный флакон фиолетовый прозрачный но я не знала какие они я не знала и у меня никогда не было времени вот честно узнаете когда ты вот что ты делаешь ты работаешь и как-то у меня все время это откладывался откладывалось что нужно к ним шоу-рум заехать что нужно вот посмотреть что нужно понюхать что нужно что-то выбрать подойдет мне не подойдет я не знал и я решила просто попросить мужа выбрать мне аромат на новый год из этой марки и вот они с сыном ездили там такие ребята работают но я не знаю в австралии очень часто ты можешь приехать магазин закрыт и вот с ними случилось то же самое магазин был закрыт потом они закрылись на christmas holidays потом они еще почему-то закрылись в общем уж как потом он не рассказывал нам звонил он писал mail и в конце концов они их пустили своим сыном кто-то там пришел человек открыл им и они мне выбрали этот аромат взяли все пробники им сюда ли все красиво очень упакованная потом все покажу и вот знаете я думала как я хотела для себя хотел аромат свежести я хотела аромат водянистый соленый вот именно поносить на лето и я как бы так намекала мужу что в этой линейке есть там такой вот такой-то такой-то а вот есть такой вот прям свежий соленый зеленый звонкий аромат но он не выбрал мне его он мне выбрал аромат номер шесть розовое сердце и это конечно класс я сначала знаете его понюхала и мне показалось о это такой тяжелющий такой пряный такой настойчивый напористый на самом деле это просто шедевр у меня не было вообще никогда похожих ароматов он странный он прокуренный он в то же время утонченно женственный он какой-то дико развратно породист если можно так сказать вот нечто новое если хотите попробовать попробуйте вообще хорошая линейка буду делать отдельное видео пока на этом все все стойкое все шлейфовая сейчас в жаркую погоду нереально круто пока закончим сделаю потом еще на него обзор но конечно флакон прекрасный мне нравится это сердце кто-то мне на инстаграме писал фу какая гадость какой флакон я обожаю я обожаю все необычное он необычный он странный ну для меня это как произведение искусства такой флакон создать потому что очень сложно форму сердца такого прям реалистичного не уже сердечко а вот так сделать как-то эстетически красиво по моему у них получилось дальше следующие ароматы которые появились у меня в коллекции это вот такая находка вы знаете я очень люблю винтажные магазины я всегда туда захожу всегда там пытаюсь что-то найти у меня уже наметанный глаз недостаточно пяти минут чтобы обойти все и понять я могу даже ткань потрогать сразу понять нужно мне это не нужно и вот иногда винтажных магазинах там есть такие стенды стеклянные там продаются вот клипсы я брала там ну много чего такого классного но тоже это нужно рыться я увидела вот это дайте посмотреть что это такое это такой набор шанель и этот набор состоит из миниатюр с чистым парфюмом это чистый парфюм это не это парфюм это именно парфюм здесь у нас коко алюр коко манмуазел номер 19 номер 5 я вам сейчас покажу как это выглядит это вот такая вот коробка на бархатная я думаю это современный набор потому что ну вряд ли бархатные такие коробки делали там когда-то давно но красиво знаете я не не могла ли мне купить и вот так она открывается на магните и вот они мои прелести сейчас я вам их покажу вот они все прекрасные ароматы очень-очень красиво здесь у нас сейчас я вам скажу какой объем в каком аромате три с половиной миллилитра и знаете вот при всем желании как мне не хотелось бы ими пользоваться я думаю они просто у меня будут лежать для красоты для коллекции потому что так или иначе у меня все есть но кроме каком манмуазель и просто коко классической и 19 классический но я думаю если я сейчас открою вот эти миниатюр уже будет не то чем я такой как жадина сижу и на них любуюсь вот вот знаете иногда в таких магазинах можно найти совершенно потрясающие вещи за какую-то просто смешную цену вот так у меня получилось дальше еще два аромата у меня появилась недавно мне подарила их подруга причем на один аромат я смотрела долго вообще duty free потому что я очень хочу приобрести себе давно у меня был когда-то и это была любовь это было бы просто неземная неземное блаженство это аромат дюна от christian dior здесь у нас 30 миллилитров это ну как бы не винтаж это 90-х годов в общем когда вот они только-только вышли это вот такая вот именно версии дюна и этим он мне ну просто еще больше нравится потому что современная версия она немножечко отличается она немножко упрощена как мне показалось вот я помню дюны именно вот такими это пряности это какие то знаете горечь это горький аромат он горький прекрасный притягательный знаете у нас только с ним вот воспоминаний это был аромат вообще моей мамы у нее был набор таком желтым красивом чемоданчики набор пол dior так классный классный и в нем лежал аромат я для душа крем для тела все вот в этих вот коробках я помню на новый год я в школе училась наверно в классе восьмом я пошла на новый год куда-то мы хотели на какую-то дискотеку я не помню и я намылась значит этим гелем намазалась кремом еще надушилась этим ароматом папа просто сказал что господи оля что же такое вообще то очень такой запах резкий мне это безумно нравилось мне очень нравится этот аромат сейчас я склоняюсь что он больше летний все таки потому что зимой он слишком горький он слишком такой колки летом он вот именно выдает вот все вот эти специи все эти пряности немножко с горчинкой да но в то же время есть в нем к это не приторность а вот такая вот утонченная сладость вы знаете как бывают такие остро сладкие какие-то блюда вот это такое вот изысканное острое сладкое блюдо дюны от christian dior обожаю обожаю этот аромат ну просто он гениальный на мой взгляд один из шедевров dior спасибо моей подруге что она мне его подарила это туалетная вода вообще у дюн по-моему такой туалетная вода еще есть у них какие-то фланкеры но я не пробовал кстати фланкеры никогда и но я безумно счастлива я уже вносила буквально там пару пшиков вот сюда вот я наносила и это было просто грандиозно именно летом именно в жару это сказочно я всем рекомендую если вдруг вдруг кто не знает этот аромат пожалуйста попробуйте его присмотритесь это действительно вот шедевр нашего времени один из обожаю обожаю дюны и следующий аромат который у меня появился который тоже подарила мне моя подруга пика это тоже аромат от марки dior dior addict это dior addict это остаток во флаконе здесь вот где-то вот столько я вот сейчас вижу на просвет так и это у нас это парфон 50 миллилитров но отдельно конечно стоит отдать должное дизайну флакона мне очень это нравится этот дизайн как вот тут пульверизатор но это круто это очень круто я прям в восторге сам аромат знаете я их много раз примеряла на себя я их пробовала для меня он очень очень сладкий прежде всего это вот знаешь такая белые сливочные цветы в ванили сладчайший 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 аромат необычайно женственный необычайно нежный необычайно какой-то знаете вот как как дорогая норковая шуба вас окутывающий согревающий ласкающий вашу кожу вот это вот именно такой аромат стойкий до безусловно шлейфовый до собирает много комплиментов я его пока отложу носить летом не буду у нас сейчас летом знаете а я думаю зимой это будет кайф это будет кайф пойти куда-нибудь знаете в ресторан даже не в ресторан в кафе какой-нибудь на улице где вы знаете стоят вот этим греющие лампы сесть туда выпить кофе или бокал вина и вот в этом аромате вот он вас будет согревать и окутывать и придавать сладость вашему зимнему дню ну так загнула в общем вот такой аромат диурадикт у меня появился я была уже с ним знакома и я очень 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 рада что он у меня сейчас есть он он дивно пахнет он он прям знаете такой женственный 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 такой вот без компромиссов только женственность в нем женственность такая томность такая знаете моника белуччи то есть аромат моника белуччи для меня красота до кончиков ногтей на этом все все мои ароматы а хочу сказать что какие у меня планы я Конечно же, хочу еще ароматов, хочу еще больше, 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 но это уже все, болезнь, ну, в хорошем смысле этого слова. Мне всегда хочется найти что-то новое, к сожалению, у нас в Сиднее очень мало, мало, мало представлено парфюмерных домов, к сожалению, поэтому, когда вы мне пишите, там, такая-то линейка, такая-то линейка, такая-то марка, к сожалению, некоторые марки я даже вообще не пробовала, а будет, когда возможность у нас поехать в Европу, я все это распробую, у меня уже список, что я хочу, что мне обязательно к знакомству, я, конечно, все это постараюсь распробовать. А пока Фределикмаль на очереди, еще что-то, много хочется всяких ароматов, пишите, какие у вас ароматные желания, такие, вы знаете, прям, которые вот прям хочется осуществить, пишите, что вы думаете об этих ароматах, которые я вам показала, и шлю вам солнца лучи из лета, из Сиднея. Спасибо вам большое, с вами была Аленка Блок, чао-чао, пока!